Всем привет, с вами Мила и вы на канале Боливуд Тайм. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто оставил свой голос в недавнем опросе о династиях. За Самарт Мукерджи проголосовало 60% зрителей, поэтому я начну с них. Нынешнее поколение это Каджол, Таниша, Рани и Аян Мукерджи, Маниш Бехол, а также Адизья Чопра и Аджай Девган по браку. Предыдущее поколение – Тануджану, Тан, Шоу Муджой и Деп Мукерджи. А до этого были Шабхана Самарт, Наля Ниджайвант и Сашатхар Мукерджи. К ним также можно отнести семейство Гангули, которое известно под фамилией Кумар, Ашок, Кешор и Амнуп. Их сестра была замужем за Сашатхаром Мукерджи. И, наконец, на вершине генеалогического древа находится Ратан Бай. Так что устраивайтесь поудобнее, потому что рассказ будет долгим. Семья Самарт все же старше, чем Капуры. Ратан Бай появилась на свет 15 июля 1890 года. Она была красивой и очень богатой девушкой из высшего общества с удивительным певческим талантом. Ее выдали замуж за пожилого мужчину Прабхакара Шелотри. Он был намного старше ее, зато неприлично богат и уважаем среди людей. Но британское правительство его недолюбливало, поскольку подозревало Прабхакара в спонсировании подпольного антибританского движения. Семье стала грозить реальная опасность. И Ратан была вынуждена собрать дочь, деньги и уехать в другой город. Муж скончался, когда их единственной дочери было 15. А вдовевшая Ратан Бай начала работать в киноиндустрии. Ее приняли с распростертыми объятиями, так как в то время только появились звуковые фильмы, и отрасль остро нуждалась в певицах. Карьера Ратан Бай была короткой. Ее практически не вспоминают и даже обычно путают с более известной актрисой Ратан Бай, играющей в ту же эпоху и носившей такое же имя. Но ее дочь, целеустремленная и волевая Шабхана, была совсем другой. После смерти отца Шабхана с матерью жили у ее консервативного дяди, брата-матери. Он запрещал Шабхане играть в театральной труппе колледжа и часто кричал на молодую племянницу, что не потерпит актрисы в доме. В итоге, не выдержав упреков, Ратан Бай оставила дом брата. Спустя 10 лет этот консервативный дядюшка получил возмездие, когда его собственная дочь Налини Джайвант сбежала от родных, чтобы стать актрисой. Шабхана Самарт рано вышла замуж. Ее муж Кумарсен Самарт был из хорошей семьи, учился за границей и собирался начать карьеру в Бомбее. Когда Шабхана впервые его увидела, то задала всего лишь один вопрос. «Вы согласны, что я буду играть в кино после замужества?» «Конечно», – ответил он, – «я и сам надеюсь работать в кино». Так они и поженились. Свой первый фильм Шабхана сняла в 19 лет, уже будучи беременной их первой дочерью Нутан. В браке были взлеты и падения. В конце 30-х годов популярность Самарт начала набирать обороты. Она была одной из первых экранных версий Ситы, и зрители просто обожали ее пару с Прэмом Адибом. После рождения Нутан она решила повременить с детьми, потому что все свободное время отнимали съемки. Отношения с мужем портились, он не мог принять ее успех. Ревновал. Шабхана любила мужчин и не видела проблемы в том, чтобы подружиться с коллегами и вместе проводить время на съемочной площадке. Она флиртовала, но все еще была с мужем и пыталась родить сына. Сын получился с четвертой попытки, после рождения трех дочерей – Нутан, Тануджи и Чатуры. А потом она от Прабхакара устала, и они расстались. У Шабханы была карьера и дети, и по ее словам, муж был ей не нужен. В одном из своих интервью она откровенно призналась. «Мы становились дальше и дальше от друг от друга. Зачем жить вместе и трепать нервы? Я образована и могу содержать себя и заниматься любимым делом. При этом иметь гораздо большую свободу, чем любая другая женщина моего сословия. У меня теперь три дочери и сын. Зачем мне муж?» Да, ей было гораздо веселее иметь парня. Поэтому она завела роман с актером Матилалом. Матилал, к слову, состоял в серьезных отношениях с другой актрисой – Надирой. Они не были женаты, но жили вместе. Тем не менее, это не мешало ему также жить с Шабханой. Последнюю все более чем устраивало. Она имела свой дом, свои деньги и принимала собственные решения. А если Матилал был не согласен в чем-то, то это его проблемы. Шабхана стала продюсером в 1950 году в возрасте 34 лет, чтобы запустить старшую дочь, 14-летнюю Нутан. Она также стала режиссером фильма с незамысловатым названием «Наша дочь». И Матилал внес свой вклад в семью, сыграв в фильме «Отца девочки». Шабхана сняла всего несколько фильмов, в основном для успешного запуска своих дочерей. Сначала Нутан, а затем Тануджи. Она продолжала работать до 60 лет. Если помните, то мать Шабхана была певицей, а отец – банкиром. Поэтому Самарт не только зарабатывала деньги, но и умела грамотно ими распоряжаться. Каждому из детей она купила по квартире и загородному дому, и сама жила в отдельном особняке. Она прожила до 2000 года, достаточно долго для того, чтобы увидеть, как ее дети и внуки добились успеха, и увидеть смерть своей старшей дочери в 1991 году. У них были непростые отношения. Я расскажу об этом подробнее в следующих видео. Но перед смертью Нутан они успели помириться и стали ближе, чем когда-либо. В одном из своих последних интервью Шабхана Самарт сказала, «Тануджи у меня крайне непредсказуемая девушка, но с золотым сердцем. Даже со мной она иногда может быть очень грубой. Я никогда не знаю, чего от нее ожидать». Но она никогда не притворяется. Она такая, какая есть. Каджол пошла в нее. Мой единственный сын Джайдип – совсем другое дело. Но все же у меня лучшие отношения с его женой, чем с ним самим. Согласитесь, это не совсем то, что вы ожидаете услышать от 83-летней женщины о своих детях. Особенно, когда она говорит это журналистам и знает, что все, что она скажет, разлетится по всему миру. Это описание никогда не притворяется. Относится не только к Тануджи и Каджол, но и к Шабхане. На сегодня у меня все, но завтра обязательно будет продолжение. Всем удачи и хорошего дня. Продолжение следует...